Привет, просветители! Ну что, наши депутаты сделали перерыв буквально на неделю. И за это спасибо, я успел хоть о чем-то другом ролик снять. Но в итоге снова решили образование реформировать. Государственная дума и школьная программа — это прям как я, и вот это рамка лампа. Вроде красиво, забавно, но куда ее поставить, вообще понятия не имеешь. И вот приходится с ней по всей квартире топать. И тут не то, и там не очень. Труды вернули, ОБЖ изменили. Историю расширили. Общество знания выкинули. Простите, сократили. Умножили на ноль. ЕГЭ отштукатурили немного. Ну, значит, пришло время уроками музыки заняться. Единственное, что меня радует, хотя бы в русский математику пока не лезут. Возможно, слишком сложные предметы. У меня складывается стойкое ощущение, что чиновники и политики смотрят мои ролики. Естественно, как можно на такого няшку-обояшку не подписаться? Как иначе объяснить, что они снова и снова используют мои лайфхаки? Ну, или я просто озвучиваю максимально банальные вещи, которые даже депутаты понимают. Хочешь, чтобы Министерство просвещения, роняя тапки, побежало воплощать в жизнь твои гениальные педагогические идеи? Будь либо президентом. Ну, в нашей стране эта функция доступна только одному человеку. Либо используй в своем письме Сергею Кравцову слово «патриотизм». Работает безотказно. Или ты не патриот. Кстати, а может быть эту фишку использовать и школам в Забайкальском крае? Просто волшебное слово. Нет, не пожалуйста. Дописать и все наладится. В Забайкальском крае только 337 школьных зданий и 650 имеют канализацию. При этом требуют капитального ремонта 416 зданий, то есть 64%. Но капитальный ремонт капитальным ремонтом мы же сегодня с вами о музыке поговорим. Идею дополнить школьную программу по музыке песнями патриотической направленности современных авторов предложил депутат Госдумы Сергей Колунов. Такое обращение он отправил министру просвещения Сергею Кравцову. Письмо есть в распоряжении парламентской газеты. Приходим в понедельник в школу. Поднимаем флаг, слушаем гимн. И сейчас же в комментариях. А вот в других странах то же самое. Это просто вы, либерда. Чувачок, успокой свою традиционную подгорающую пятую точку. Не бомби. У меня целый ролик на канале есть, где я говорю, что это отнюдь не наше изобретение. Просто дыши. Ты русский, шаман русский, я русский. А, стоп, я немец. Так вот, флаг, гимн, идем на разговоры о важном. Зарядились правильными ценностями, отправляемся на ОБЖ. Простите, обизр. Или, в общем, основы безопасности и защиты родины. Дальше, труд. Обратите внимание, не технология. Это важно. Учимся управлять беспилотниками. Все летало, так и знало, все летало, ла-ла-ла. Бедные мои соседи. С дронами разобрались, отправляемся на музыку, петь песни шамана. Это мой бой, до последнего вдоха. Мой бой, даже если плохо. Мой бой, пока не газ не такой. Бьется сердце, и я живой. Мой бой. Ну, наверное, исполнять все же будут не эту. Кстати, забавно, что в то же самое время, как шамана предложили в школьную программу включить, в тиктоке песня мой бой обрела просто сумасшедшую популярность. Но вот правда совсем не из-за ее патриотической ценности. Что, между прочим, весьма показательный момент. Если кормить молодежь правильными ценностями с ложки, точнее, в нашем случае, с половника, подростки сумеют найти способ показать свое реальное отношение. Но вернемся к нашим боям на педагогических полях. Сергей Колунов пояснил, что включить современные патриотические песни в школьную программу его просили учителя и родители школьников, включая матерей и жен участников спецоперации. По словам депутата, изучение патриотических песен, созданных в условиях проведения специальной военной операции, приведет детям чувство любви к стране. Меня смотрит очень много педагогов. Поэтому, уважаемые учителя, обращаюсь к вам. Скажите, пожалуйста, кто из вас конкретно просил Газманова в школьную программу включить? Не, я все понимаю, я тоже вырос на песнях Олега. Бутанов, 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 ночная бабочка, ну кто же виноват? Бутанов, 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 огни отелей так заманчиво горят. Ну, наверное, эту песню включать все же тоже не будут. Надеюсь. Как я и говорил, если в письме к Сергею Кравцову использовать слово «патриотизм», инициатива тут же получит поддержку. Минпросвещение Российской Федерации поддержало инициативу о включении в учебную программу школьных уроков музыки, изучения творчества группы Любе, Олега Газманова, Шамана и других современных патриотических исполнителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Кто-то сомневался? Хоть один человек. Теперь только осталось понять, кто и как будет отбирать композиции. По его словам, теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей композиций. В него точно войдут Любе, Газманов и Шаман. В этой ситуации мне очень понравился ответ Министерства просвещения, которое, естественно, во-первых, совсем согласилось. За деньги, да. Эм, простите. Ну, у нас просто инстасамка теперь же аж на первом канале. Может быть, и она со временем в школьную программу попадет. Ну, хоть кто-то реально популярный. Не, ну, просто все же так просили включить в программу песни группы Любе. Наверное, в первую очередь школьники буквально вот слезно умоляли. Ну, пожалуйста, ну, дайте нам на уроках музыки побольше группы Любе. Наверное, все так и было. Ну, и второй момент. Министерство просвещения тут же отметило, что вообще-то, вообще-то, у нас на уроках музыки так сплошной патриотизм. Вдруг кто-то сомневался. При этом министерство напомнило, что действующие стандарты уже предполагают изучение многих классических произведений патриотической направленности. К примеру, такими произведениями являются опера Михаила Глинки, Иван Сусанин, увертюра Петра Чайковского, 1812 год, кантата Сергея Прокофьева, Александр Невский. Веселая, конечно, компания подобралась. Чайковский, Глинка и Газманов с любая. Если мои песни, и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей. Ко мне приходит очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар. Путана, путана, путана. В свою очередь, солист группы Любе Николай Расторгуев назвал делом вкуса это предложение, но отметил, что сам он не против. Это дело вкуса, пусть изучают. Я не против, сказал он. На вопрос, какую свою песню он мог бы для этого порекомендовать, Расторгуев затруднился ответить и сказал, что не знает, потому что их много. Скажу честно, меня вся эта ситуация, а давайте шамана на уроках изучать, не особо удивила. Меня в последнее время вообще сложно поразить. Во-первых, от чего, собственно, оставалось ждать? Вот серьезно, если на уроки математики добавят задачи на вычисление процентов и на агентов и патриотов, я вообще не удивлюсь. Все абсолютно в духе времени. Во-вторых, может быть кто-то не знал, но тот же самый шаман уже не первый год в российских школах. Сейчас кто-то не говорит нисколько о вашей национальности. Смысл в том, что он гражданин Российской Федерации, коим вы все являетесь, я надеюсь. Я русский. Ну что вы все, а вообще не русский, что вы? Ну я понимаю, что кто-то не русский, не все? Нет? Короче, поверь. А если говорить про Газманова, то еще я его песню про Москву в своей школе пел, когда школьником был. Это, кстати, реальный показатель нашего шоу-бизнеса. Либо Нафталин, либо предатель. Новая фабрика звезд на ТНТ тому доказательство. Третий момент. Мне вот интересно, а кто вообще программу по музыке в глаза видел? А? Есть такие люди? Поднимите, пожалуйста, руки. Там сплошной фольклор во всех проявлениях, 19 век и щепотка 20-го. И если открыть тематическое планирование на сайте ФГОС, становится понятно, что ни Шаману, ни Расторгуеву в программе места особо нет. То есть ситуация, когда пятиклассники сентября по мае будут распевать ботяню комбата с моим боем, вряд ли грозит. Вы можете вполне логично возразить, что вообще-то программу можно поменять. У нас уже есть пример нового старого предмета. Труд. Где сначала полгода кричали про возвращение к истокам, борщи и общественно полезный труд, а в итоге просто всю программу технологии скопировали, не глядя, и новое название прилепили. Можете вот этот ролик на эту тему посмотреть. Что-то мне подсказывает, что с музыкой все будет точно так же. Но также не вызывает сомнений тот факт, что нас ждет просто масса видосов со всевозможных школьных мероприятий, на которых школьники будут исполнять произведения новых классиков. Для отчетов их точно будут требовать. На уроках поем «Я русский», а после занятий снимаем тиктоки под «Мой бой». Ну, как-то так. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Так, допустим, все записи моих стримов вы можете найти именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная громадная благодарность отправляется министру просвещения моей страничке Boosty. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень-очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Это мой бой. До последнего вдоха. Мой бой. Даже если плохо. Мой бой. Пока не гаснет огонь. Бьется сердце. Тук-тук. 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 И я живой.